Вот честно сказать, не знаю, как я назову это видео, а бы были просмотры. Это видео о прощениях. И иногда эти прощения не успевают попросить некоторые людишки, потому что обосрались сразу же. Быдло на чёрной машине решило влезть в соседнюю полосу. На белой. Не то чтобы его не пустил, он просто ехал и ушёл от столкновения. Чернота выбежала, но не ожидала, что ей придётся поднимать своё хорько. Потому что телевышка вылезла и оттолкнула чёрного гномика. А тот был и не против, потому что лучше держать дистанцию от телевышки. Но хоть потявкает. Потявкала, села в машину и уехала. Чёрный машинист не смог наломать дров, чтобы потом на камеру сидеть и извиняться. Ой, я не хотел. Просто так получилось, что я быдло. Этот, сразу как же тебе назвать, гражданин, зашёл в продуктовый супермаркет. Начал хавать продукты, не заплатив за них. Ну, допустим, у него сахарный диабет, ему надо срочно было пожрать. Донеся этикетку на кассу, оплатив, ну, допустим, ничего страшного. Пошёл бы далее жить как умеет. В ответ продавец сделала замечание покупателю, потому что он мусорил. Он мусорил. Ведь мало того, что гражданин вёл себя, давайте будем честно, нестандартно, так ещё и ходил по магазину, грызя еду, жирно мусорив на каждом шагу. В ответ продавщица тут же получила порцию слаженного мата. Ребята, на эту шкуру, смотрите, дырявую, которую можешь только снимать. Вот, вот её петушок, который здесь, пойдём на улицу выйдем. Иногда разбавленного обычными словами. Продавщица оказалась совершенно не готовой к такому дебоширу и к такой реакции. Она пребывала в шоке, просто плакала и всё. За неё вступилась покупательница, девушка в шапке. Даже эту девушку муж... Не получается. Козлина тоже начал обливать профессиональным матом. Девушка начала снимать героя без плаща. В ответ, продолжая слушать литры гнева, вдруг джентльмен также решил сделать контент и достав леопардовый Нокио, снимал её, снимающую его. Оба выложили видео в интернет, однако почти 101% поддержал девушку, а джентльмена неравнодушные отыскали и дали возможность ему почесать лицо об их кулаки. По старой традиции записал после чесания видео с извинениями, обещаниями личности в синим спортивном костюме. Извиняйся, извиняйся. Извиняйся за свой поступок. За каждое свое сказанное слово. За каждое свое сказанное слово. Не обоснованное. Особенно интересно он ведёт себя во время извинений, словно у него есть дела поважнее, осматриваясь вокруг. А его необоснованное, говорит о том, что он до сих пор считает себя правым. Пройдёт несколько минуточек, синий костюм выйдет из торгового центра, запишет видеообращение снова, по старой традиции, но уже скажет не то, что ему надиктовали, а действительно, что он думает. Чё, ребят, довольны? Толпой напали. Только толпой и могут, как крысы. Ждите ответку. Я крысами никого не называл, больше не буду. Я удалю. Я всё удаляю. Извините, пожалуйста. И записывай видео. Тут же его снова поймали и нарисовали ещё один синячок. Познакомьтесь, царь. Нормально разговаривайте. Я с тобой не буду разговаривать. Нормально, я тебя посажу за решётку, если ты не будешь соблюдать институцию. Ты меня понял, блядь. Я тебя через УСБ посажу. Мы вместе сядем, я говорю. Ты меня понял, блядь. Я свободный гражданин. Именно, зачем ломать? Слышь меня, я тебе ещё раз сказал. Зачем ломать? Мешает проезду, проезжей части, перекрёсток. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Ну, сейчас поедем вместе. Я тебя сейчас сам посажу. Проживающий в частном коттедже, карапузичек, возомнил из себя действительно царя. Держал в страхе весь район. Неоднократно натравливал своего собаку на людей. Есть видео, где он спускает с поводка собаку, чтобы тот разорвал бездомную собачку. Есть видео, где собака разрывает в клочья кошку. К сожалению, на ютубе я такие видео разместить не могу. Но представьте. То и дело, он вступал в конфликт со всеми соседями. И даже когда к нему приходили на разборки толпой, на обычные люди, он выходил с оружием и с собакой. А затем быстро подъезжали люди в погонах и давали понять гражданам обычным, против кого они попёрли. У них власть. Очередное не понравилось. Карапузу не понравились кустики у чужого дома. Мол, они мешают обзору, когда он едет на машине. Пришёл с топором или пилой, чё он там, и начал вырубать чужое имущество. Тут хорошо, что видео очень долго снимал полицейский. В который раз люди вызвали полицию. Стало быть, приехали сотрудники не те, а друзья, что ранее. Эти действительно по букве закона. Да, бывает и такое у нас иногда. Представьте. Вот. Позвони, позвони, блядь. Тени. Быкову позвони, блядь. Ты скажи, чтобы здесь всё было убрано. Ты меня понял, блядь? Брать отсюда всё, я, блядь, сказал. И твою машину, блядь, тоже. Неслужебную, ты понял, блядь? Я тебя сполканул с УСБ, я, блядь, понял? Звоните, звоните, звоните. Зайдёшь ко мне в участке, застрелюте. Мешает мне обзор дороги. Создаёт аварийную автономную. Давай. Я поеду в скорую. Я поеду в скорую. Я поеду в скорую. Камера моя висит. Води сюда, Каня. Води сюда, Каня. Ну. Ухлюдок. Ты, ублюдок. Ты, ублюдок. Ты, ублюдок. Ты, ублюдок. А знаете, за что сейчас? Без понятия. Да, я на закон не нарушаю. Судим, правильно? Не, не судим, вы что. Вы знаете, что они сделали, эти люди? Какие? Вот эти, не взрывали меня здесь, эти все материалы отправлены следователю, перенаправлены в МВД Кадроварского района. Меня взрывали. Видите, сетки стоят? Меня взрывали. Это я писал про экстремистов и террористов, и в ФСБ сообщил тоже я про них, что они совершают здесь теракты по ночам. Средник по лесу угрожали убийствами? Никогда в жизни. Да? Нет. Ты меня понял? Меня не сказал, сотрудник по лесу. Давайте будем надеяться. А нам ничего больше не остается. Мы просто надеемся, что когда-то мы будем жить лучше. И будем надеяться, что у этого карапуза нет больших связей, и он надолго сядет и не выйдет. А то потом так и получается, что ездят вот такие вот по обочинам. Так вот же вот интересный случай. Реальная история. Петя едет по обочине. Поворачивающий Дима не убедился в безопасности маневра и поворачивает налево. Бум! И все тут. Кто тут право, кто не прав? Давайте разберем одну не так давно произошедшую ситуацию. ДТП. Дима выезжает из прилегающей территории на главную. Представили, да? Он не пропускает Дима, движущуюся по обочине, параллельно главной. Некого Петю, прибывшая на место ДТП сотрудники, оштрафовали Диму на 500 рублей по части 3 статьи 12.14 КОАП РФ. Дима с таким результатом, естественно, не согласился. Ведь Петя ехал по обочине, а ему ДПСники сказали, что он ехал по главной. И не важно, это обочина или вообще лес, наверное. А значит, что 500 рублей выписали. Дима обратился к заместителю начальника ГИБДД. Тот стал на сторону обочечника. Дима пошел в городской суд, где над ним в очередной раз посмеялись, мол, протирай глаза, Дима, прежде чем выезжаешь с прилегающей на главную. Суд стал на сторону обочечника. Дима пошел в областной суд, в очередной раз потратив деньги на поездки, на нервы адвоката, юристов. Суд опять признал правоту обочечника. Дима дошел до Верховного Суда Российской Федерации. Суд стал на сторону Димы. Разъяснив старание защиты. Раз Петух, ой, как это, Петя, двигался по трактории, которая не допускается по ПДД, по обочине, такие Пети не имеют преимуществ в любой ситуации и всегда будут признаны виновниками. Но вот в чем прикол. Несмотря на закон, закон, несмотря на закон, на постановление Верховного Суда до сих пор ДПС становится на сторону обочечника в подобных ситуациях. Трактуя это самыми разными вариантами. Мол, обочечник, да, он что-то там нарушил, но он подвергся чуть ли не покушению на жизнь. А там же у него маленькие дети. Вот он спешил покакать. Нет, не ребенок. Вам не кажется, было бы справедливо, чтобы все те суды, начальники, ДПСники, которые вставали на сторону Пети, были уволены с позором? Лишены части пенсий, люгот, никогда бы не имели права больше занимать руководящие должности и подобные прочие моменты, чтобы остальным было уроком. Знать законы, соблюдать их. Причем, если это суд, ведь два суда постановили, что прав именно нарушителю закона. Честно сказать, я бы не доверял такому суду, а то завтра меня подрежет возвращающийся в полосу с обочины какой-то джентльмен, мою машину подрежет, я перевернусь в Квете с жертвами в моей машине, а суд встанет на сторону обочечника. Что мне потом делать? Ну вот что? А вы бы сделали, например, вот так, как сделал брат погибшей сестры? Авария произошла на мосту. Водитель Лифана выехал на встречную полосу и в лоб протаранил копейку. В копейке ехала молодая семья. Супруга была беременна на пятом месяце. Умерла в этой же машине. Мужа увезут в больницу, и он там не придет в сознание и тоже умрет. Водители два пассажира Лифана также были доставлены в больницу. Эта трагедия была тогда у всех на слуху, ведь виновник ДТП и два пассажира – полицейские. Но куда более острое развитие сюжета произошло после. Родной брат погибшей сестры пришел в больницу спустя пару дней после ДТП, когда муж сестры уже тоже отправился в морг к жене и неродившейся дочке. Брат проник в больницу, где лежал виновник ДТП, водитель Лифана. Одним ударом ножа в сердце лишил жизни обидчика сестры. Удар был такой мощный, что рукоять ножа вошла в тело водителя. Камера наблюдения засняла, как брат заходит в больницу. Вот он, он с папкой в руках. Представившись охраннику следователем, спокойно входит в больницу, где его сориентировали несколько раз, где лежит водитель Лифана. Зайдя в палату, брат увидел папу водителя. Он чуть ли не жил в больнице возле сына. Брат сказал папе, что ему нужно допросить его сына. Попросил покинуть палату. Папа выходит, причем водитель был в сознании, трезвом, умея ясной памяти. Сделал это и камера наблюдения фиксирует, как брат покидает больницу. Вполне спокойно вышел из здания больницы, ушел, уехал домой к себе. И когда за ним приехали сотрудники милиции, он сказал, я вас ждал. То есть он вполне был уверен, что за ним приедут. В двух семьях траур. В одной семье потеряли дочь, в другой сына. Ну то есть супругов. А теперь еще и в третьей семье тоже траур потеряли сына. У супруга в копейке остался трехлетний сын. Он ждет маму с папой до сих пор. Он надевает куртку, шапку, ботинки, выходит во двор и чистит снег, чтобы машина смогла заехать во двор, чтобы папа похвалил его, а мама крепко обняла. Увы, мама с папой больше никогда не приедут домой. Дайте телефон мамечке, позвоню, пускай мамочка приедет. Почему ее так долго нету? Двое детей остались и у водителя Лифана. Папа сына, решившего вершить самосуд, отзывается о сыне, как и все соседи, только с положительной стороны. Брат не верил нашему правосудию, что сотрудник ДПС будет наказан, ведь он и есть закон. Мурадин, он со мной ночевал. Я хотел, чтобы он со мной ночевал. Он со мной ночевал, видел, что как он ночью. Я просыпался несколько раз головой об стенку. Как же мог такое случиться? Он был не в себе. В это время она работает, вот жена тоже, теплица работает, автобус оттуда ездит, рабочих везет. Она впереди сидела, страшная авария, она сказала. Это уже она своими глазами видела. Там не понять было, какая там машина. Там вообще ничего не видно было. Только сказали руками, он шевелит. Двое выходят, садятся на ДПС машину. ДПС увозит их. Никто на эту сторону не смотрит. А этот Шеглов уходит, оценивает ремонт машины. Скорая приезжает, его забирает, Шеглова. Мог бы троих поместить. А в это время дочь тоже живая, в салоне оставалась, в машине. Искорюженная машина. Ну дали им помереть, укрыли. Еще тот укрытый был, милицейская куртка, лицо укрытое было, чтобы он задохнулся, наверное, там. Я сама видела, как скорая выезжала оттуда. А после скорой там лежали они. Если вы неправильно поняли, ну, может он немного неразборчиво говорит, я объясню, что рассказал папа. После ДТП подъехала машина ДПС. Полицейские не осмотрели вторую машину, копейку. Посадили в машину ДПС двух пассажиров Лифана, то есть своих товарищей полицейских. И уехали. Водитель Лифана был вполне себе в нормальном состоянии. Он вылез в машины и начал сразу же осматривать свою машину. Повреждение. А затем приехала скорая, погрузила водителя Лифана в скорую и уехала. При этом дочка, она же беременная супруга, и супруг остались лежать в раздавленные копейки. Мужа так и вовсе накрыли милицейской курткой. По словам папы, он был еще жив. Эта история облетела всю страну. В комментариях на сайтах люди оставляли самые разные комментарии. Одни считали брата жестоким, хладнокровным преступником, а другие стали на сторону брата. Немножко позже пошли слухи, что водитель Лифана был пьян, но не настолько сильно, как двое других полицейских на пассажирском сидении сзади. Слухи то слухи, но почему сразу после ДТП приехала машина ДПС и забрала этих двух пассажиров полицейских? Начальник всех этих полицейских выбрал самую выгодную позицию, мол водитель Лифана уже не работал в ДПС, а двое пассажиров полицейских были не в форме. У них был выходной. Они делали, что хотели в свободное от работы время. Водитель, который управлял транспортом, сотрудником нашим не являлся. Он подал заявление о увольнении из органов внутренних дел. Пассажиры, которые находились в машине, да, это наши сотрудники, но они находились в нерабочее время, без форменной одежды. Поэтому они являлись просто пассажирами. Эта история напоминает другую схожую историю Виталия Калоева. В 2002 году в авиакатастрофе умерло много людей, ушли из жизни и двое его детей и жена Виталия Калоева. Не услышав слов извинений от компании и авиадиспетчера, авиадиспетчер допустил ошибку, и по его этой ошибке случилась авиакатастрофа. Виталий также ножом лишил его жизни. Тогда прошло полтора года после трагедии. Брат отомстил через четыре дня. Сложно судить, спорить, кто же там виноват, водитель ли фана, брат, может яма на дорогах, или же сама система, покрывающая своих, которая является законом только для своих. А неугодных судит даже без суда. Да и суд, мы уже поняли с этого видео, какой он. Все это понятно, надеюсь. Жаль троих детей, которые остались без пап и мамы. Остается надеяться, когда эти дети вырастут, в нашей стране изменятся законы, а точнее те, кто стоит за законами. Кто знает, возможно родители этих детей, которых уже нет в живых, они тоже думали, когда были маленькими, что когда вырастут, законы будут другими. На этом у меня все. Ставьте лайк в поддержку этого видео, которое ни черта не изменит.